Операция с кодовым названием «Буря», иначе «Львовское восстание», битва при городе Львов в 1944 году, начавшаяся 22 июля после разгрома немцев армией «Крайовой» подпольной военной организации поляков. Основной задачей проведения операции «Буря» польскими вооруженными подразделениями было занятие Львов перед тем, как советские войска вступят на территорию. Целью – стать хозяевами занятой местности, чтобы красноармейцы с ними считались во время переговоров по устройству польско-советской границы. 5 июля 1944 года вышел приказ с определением задач и локаций для армии «Крайовой», которые предстояло осуществить во Львове. Город разделили на пять районов и назвали северной, южной, западной, восточной, а также центральной. По мере того, как немцев вытесняли из города, военные армии «Крайова» обосновались в районах, которые определил приказ. Также под их охрану попадали важнейшие стратегические объекты, которые помечались национальными флагами Польши. Это показывало серьезные намерения организации, готовые бороться за расширение и удержание границ своего государства. Двумя днями позже, 7 июля, полковник Владислав Филипковский, который командовал округом Львова армии «Крайова», получил прямое распоряжение. Генерал Сосенковский приказал привести в действие операцию «Буря». Армия «Крайова» должна была взять Львов, чего бы это ни стоило, затем создать администрацию для ведения переговоров с Красной Армией. Чтобы осуществить задуманное, 7-тысячные войска готовы было сражаться. На помощь призвали пехоту из трех тысяч человек и даже отряды добровольцев, составленных из местного населения. Помимо этого, границы города снабдили отрядами, необходимыми для парализации транспортного сообщения с кодовым названием «Лесные отделы». Группы «Север» и «Юг» состояли по 150 человек каждая, «Запад» — из 550, «Восток» — из 910, а «Всян» входили 600 воинов армии «Крайовой». Незадолго до начала операции «Буря», а именно 13 июля 1944 года, Красная Армия вооруженной силой 1-го Украинского фронта во главе с маршалом Иваном Коневым приступили к Львовско-Сандомирской операции. Генерал Соколов, который действовал на Львовском направлении, руководил конно-механизированной группой. Также в обученении были четыре армии — 38-я и 60-я общевойсковые, 3-я гвардейская и 4-я танковые. Генерал Степан Акимович Красовский командовал 2-й воздушной армией, которая с начала апреля каждую ночь, начиная с половины девятого вечера и на протяжении 5-6 часов устраивала бомбежку главного городского вокзала, аэродрома Скнилова, станции Подзамче и Персенковки. Сражения Красной армии за Львов начались с битвы под Бродами. Советское войско во главе с генералами Рыбалкой Павлом Семеновичем и Лелюшенком Дмитрием Даниловичем начало наступление на запад после того, как разгромило Бродскую группировку. Солдаты танковой армии и стрелковых частей приблизились к Львову, а затем стали обходить город с северной и южной границ. Когда генерал Харпи Йозеф понял, что полное окружение неизбежно, он приказал войскам оставить город и двигаться в сторону Самбора. Каждый бой затягивался, поскольку рельефная территория, постоянные дожди и множество болот не позволяли ускоряться. Очень сильно тормозило отсутствие пехоты, которая была очень нужна для таких боев. Помогли вооруженные силы армии Краевой, вовремя подоспевшие. Фашисты, попытавшиеся сбежать или спрятаться, были пойманы в кратчайшие сроки. Тем не менее, те, кто успели, уничтожили все, что попадалось на пути. Были сожжены склады с топливом, разгромлены здания. Город задыхался в дыму, но был взят 24 июля 1944 года главными силами 3-й танковой армии. Выставив гестаповцев вместе с оккупационной администрацией Галиции, в ночь на 23 июля армия Краева использовала все силы, чтобы атаковать отступающие 20-ю моторизированную и 101-ю горную дивизию вермахта. В течение сражения поляки смогли захватить Погулянку и Голоску. Также были присвоены территории улиц Кахановского, Яблановских, Бема и Лепешинского. В наши дни это улицы имени Левицкого, Руставеля, Ярослава Мудрого и братьев Михновских, соответственно. К слову о приказе, отданном армии Краевой, который имел часть, касающейся Львова. Необходимо было действовать в 10 километрах от города. Требовалось проводить боевые акции только в западных и южных районах города. Центральная часть была под запретом. Для осуществления задач операции «Буря» необходимо было ограничить восстание украинцев, чтобы не допустить овладение ими Львовом, так как после оттеснения немцев основными хозяевами города должны были стать поляки. Армия Краева предоставляла интересы всей страны. Маршал Конев начал свою битву за Львов 25 июля 1944 года. Тогда же танковая армия Лелюшенко ворвалась в город. На следующий день бойцы 10-го гвардейского танкового уральского корпуса добровольцев захватили главную площадь, отметив свою победу красным флагом, поднятым над ратушей. Вместе с ними по городу продвигались солдаты генерал-полковника Рыбалка, разбившие тыл 101-й немецкой дивизии. А с другой стороны генерал-полковник 60-й армии Курочкин Павел Алексеевич заходил в город после успешного сражения с немцами. Фашисты объединили Красную армию и армию Краева против себя, заставив сражаться за одну цель. Солдаты армии Краева, изучившие город, стали надежными союзниками красноармейцев, которые завоевали центр города Львов за один день – 27 июля 1944 года. Среди взятых территорий были также главный вокзал и цитадель. За этот один день прошли сражения, которые освободили город от гитлеровцев. Следующие несколько дней город патрулировался бойцами армии Краева, для отличия носившими бело-красные повязки на рукавах в цвет национального флага. На дома устанавливали небольшие флажки бело-красного цвета. На ратушу тоже повесили польский флаг. Он развивался с 26 июля, сообщая о победе. Майор Дража, являющийся на тот момент командиром 14-го полка, ранее был офицером Югославской армии, которому удалось сбежать из плена. Он составлял отчет, в котором чувствовалась необъективность и предвзятость мнения о победе. Писал, что основную роль сыграли боевые силы армии Краева, занявшей город, а красноармейцы оказывали посильную помощь и только. Хоть это было и не совсем так, его полк сражался настолько упорно, что был удостоен благодарности от советского командования. Руководителя операции «Буря» полковника Филипковского повысили до генерала бригады, и лондонское правительство Польши наградило орденом «Вертутти милиттери» за выдающиеся боевые заслуги и успешное завершение битвы за Львов. После окончания Львовского восстания проводились соответствующие расследования на предмет нацистских преступлений. В связи с массовыми смертями комиссия установила, что население Львова сократилось практически в 100 раз, со 135 до 2000 человек. Всего за три года, которые прошли с момента захвата и до освобождения, город вымер. По словам выживших, людей пытали, избивали и подвергали издевательствам. Их заставляли чистить тюрьмы от трупов, называя это работой. Фашисты начали арестовывать евреев 4 июля 1941 года, а уже на следующую ночь расстреливать. В среднем три части людей убивали, а четвертую отпускали на свободу. Также есть упоминания о самом массовом расстреле за историю битвы. В октябре 1941 года убиты 3000 евреев. Уже несколько десятилетий не могут доказать, что военнослужащие батальона «Нахтигаль» из Украины были причастны к убийствам жителей Львова. Некоторые историки утверждают, что репрессии начались, как только батальон вступил в город. Офицер «Нахтигаля» Теодор Аберлендер был обвинен только в 1959 году. Тогда же и начались поиски доказательств. Нельзя признать их успешными, поскольку признана минимальная часть преступлений, а формулировка действий роты звучит нечетко – перешла к атакам насилия против согнанных евреев и виновна в гибели многочисленных евреев. Совдат задерживали, заводили уголовные дела, но, как выяснилось позже, в них не было упоминаний о причастности к преступлению против евреев города Львов. Также поступила информация, что мемориальный комплекс «Яд Вашем» в Израиле хранит в своем архиве обличающие материалы о батальоне «Нахтигаль», в частности, о его командире, о Романе Шухевиче, отдавшем приказы убивать. Когда украинская делегация посетила Израиль, чтобы проверить эту информацию, сотрудникам архива Владимиром Вьетровичем было объявлено, что никаких сведений, подтверждающих причастность к убийствам, никогда не было. Уже 19 марта 2008 года «Яд Вашем» на своем сайте опубликовали опровержение. Представители мемориального комплекса дали интервью пресс-службам, где заявили, что Владимир Вьетрович обманул делегацию. Также ими было сказано, что руководитель комплекса Йозеф Лапид указывал на научные исследования, в котором описывались связь батальона «Нахтигаль» властей Германии и погрома, унесшего жизни 4000 евреев. По их словам, документы по этому исследованию передали украинской делегации. Было много попыток исследовать причастность «Нахтигаля» к убийствам, но немецкий историк Дитер Шенк привел свидетельство о присутствии десятков бойцов в городе, об их участии в совершении преступлений против евреев. До новых встреч!